коран это одно из величайших священных писаний всех времен текст по заповедям которого живет более 1 миллиарда человек это руководство о том как правильно прожить жизнь и все же коран содержит множество загадок несведущие могут понять его по-своему поэтому без использования признанных в исламском мире комментариев никому не разрешается оттолковать коран по своему умозаключению мы говорим о таинственном появлении корана в аравийской пустыне он услышал голос ангела и ангел сказал читай о его предостережениях о справедливости и возмездии повествуя о наказаниях ожидающих грешников в аду коран не смягчает краски что же лежит в сердце этого священного писания чем же секреты корана что заказали еслиõе здесь если Прислушайтесь, это одни из самых влиятельных слов, когда-либо звучавших в мире. Это слова, лежащие в основе самой быстро растущей религии в мире. Более миллиарда людей по всей земле повторяют эти слова уже 1400 лет. Это слова священной книги мусульман Корана. Согласно Исламу, Коран был ниспослан Всевышним пророку Ислама Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний внушил его пророку, да благословит его Аллах и приветствует, не просто для пересказа. И это не повествование о каких-то исторических процессах. В действительности же это послание Всевышнего людям. Слово Коран переводится с арабского как «читание вслух». Слова книги предназначены для того, чтобы их произносили вслух. Читая Коран, каждый мусульман не чувствует, что эта речь обращена именно к нему. Коран – это речь Всевышнего и, соответственно, является божественным откровением. Текст, начертание слов, страница и сама книга имеют невероятно глубокое внутреннее значение. Изучая текст, практически сразу можно заметить сходство Корана с иудейскими и христианскими священными писаниями. Каждая из них сообщает о том, что есть один, единственный, вечный Бог. Каждая из них приводит одни и те же истории. Но Коран – это книга, в которой многое погружено в атмосферу таинственности. Его аяты считаются лучшими образцами красноречия в истории арабского языка и всего человечества. В то же время, утонченный язык Корана невозможно отнести ни к прозе, ни к поэзии. Его нельзя назвать книгой, легкой для понимания. В отличие от Библии, Коран не придерживается хронологического повествования. Он состоит из 114 глав или сур. Суры в большинстве своем расположены в зависимости от размера – самые длинные суры в начале, а самые короткие в конце. Текст Корана похож на то, что в настоящее время мы называем потоком сознания. У него особый стиль, и читая Коран, невозможно оторваться. Не перестаешь им восхищаться. К примеру, он не рассказывает истории Мухаммада, он даже не рассказывает историю мира. Там есть упоминания о сотворении мира Всевышним. Но вы не найдете этого в начале Корана, а найдете это где-то в середине. Мусульмане относятся к Корану не как к рассказу или эпосу. Они воспринимают его как послание Всевышнего его созданием, и как руководство для верующих и наставление их на правильный путь, и как лекарство от болезней, как духовных, так и телесных. Это руководство людям, как прожить эту жизнь, как определять человеческую нравственность, как воспринимать этот мир с его извечной борьбой и конфликтами. Интерпретировать значение Корана нелегко. Но в исламе имеется своего рода централизованный орган для этого, верующие снабжены навигацией, которая позволяет сориентироваться в сложном тексте Корана. Будучи мусульманином, человек должен верить тому, что говорит Коран. Но, конечно, восприятие его слов может быть разным в зависимости от того, чьей интерпретации вы придерживаетесь. Так о чем же на самом деле повествует Коран? И как правильно понять его смысл? Божественная речь Всевышнего, по которой сегодня живут мусульмане, была ниспослана в особый период в истории, реально жившему человеку в определенную местность. Ниспослание Корана начинается 14 с лишним столетий назад, и произошло это на Аравийском полуострове. До Корана эта отдаленная земля была пристанищем для бедуинов и сотен кочующих племен. До Корана была эра, которую мусульмане позже назвали Джахилия, эпоха невежества. Аравия тех времен значительно отставала от стран. Взять для сравнения, к примеру, такие империи, как Византийская и Персидская империя Сассанидов. Здесь, в середине пустыни, со всех сторон окруженной горами, располагался город Мекка, социальный, экономический и религиозный центр Аравии. В Мекку стекались представители самых различных религиозных убеждений и верований. Некоторые арабы того времени придерживались монотеистического учения иудеев, христианства. Во всей Аравии были хорошо известны принципы и основы этих религий. Изначально, а потом и во время пророка Ибрагима, мир ему, Мекка была городом единобожия, но позже эти принципы были забыты. И Аравия к 6 веку уже была землей, где доминировало убеждение наличия множества идолов. Каждый год паломники направлялись в Мекку, чтобы помолиться возле Каабы, святыни, расположенные в центре Западной Мекки, где в то время собирались люди для поклонения своим идолам и божествам. Они верили в существование Господа, но их вера была далекой от того, чтобы практиковать ее каждый день. К середине 6 века в Каабе имелось 360 идолов. Ежегодное паломничество к святыне несло огромную экономическую выгоду для племени курайшитов, которая контролировала священный город. Чтобы быть допущенными туда, людям приходилось вносить определенную плату, выплачивать налог за въезд. Так что это был очень прибыльный бизнес. Неудивительно, что племя курайшитов необычайно разбогатело, но в то время как правители богатели, большинство мекканцев пребывало в ужасающей нищете. Основной проблемой был низкий социальный и экономический уровень жизни населения. Существовала проблема несоблюдения прав человека, особенно таких слоев, как сироты, женщины и бедняки. Рабство в Мекке того времени, как и в других частях света, было нормой. Новорожденные девочки считались ненужной абузой и при рождении часто закапывались заживо. И именно в этом городе Мекка в 571 году родился ребенок по имени Мухаммад ибн Абдулла, мальчик из самого благородного рода, родословное которого исходит пророку Исмаилу мир ему, сыну пророка Ибрахима мир ему. Мухаммаду суждено было стать самым великим пророком, пророком величайшей мировой религии. Мусульмане считают богохульством любое нарисованное изображение пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний Аллах и приветствует. Однако исламские источники детально описывают его жизнь, начиная с рождения вплоть до последних дней. Согласно этим источникам, его мать Амина умерла, когда пророк был еще ребенком, и его опекуном стал дедушка. Будучи сиротой и живя в обществе, где господствовало классовое неравенство, он являлся частью общества. Аллах так устроил его детство, чтобы он знал, как живет народ. Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, поддерживал его влиятельный дядя Абу Талиб. К тому времени, когда ему исполнилось 25 лет, он стал успешным купцом. Он возглавлял караваны из Мекки в Сирию и приобрел репутацию нравственного, проницательного, верного, честного и кристально чистого человека. Он привлек внимание состоятельной вдовы по имени Хадиджа, которая была старше него на 15 лет. Она наняла его для торговой поездки с ее караваном. Вскоре после этого она предложила ему жениться на себе. Согласно традиционным мусульманским источникам, повествующих о жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, он добился финансового успеха и был счастлив в браке. И все же он постоянно находился в размышлениях об Аллахе и мире, где было так много несправедливости и нищеты. Еще в то время он был необычайно религиозен. Постоянно размышлял о Боге. Все время находился в поминании Всевышнего. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, беспокоился за своих соплеменников, которые поклонялись многочисленным богам. Он был из той небольшой группы жителей Мекки, которые верили в единого Бога и знали ошибочность существующего языческого убеждения и ритуала в поклонении идолам со стороны жителей Аравии. И время от времени он удалялся от их общества, чтобы иметь возможность поразмыслить о реальности человеческого существования. Однажды, находясь в одном из таких уединений, в пещере на окраине Мекки, Мухаммад получил откровение, которое изменило ход истории. В этой пещере к нему неспослан ангел Джибриль, и началось откровение от Всевышнего, и дан старт цепочки событий, которые помогли сформировать мир, каким мы его знаем сегодня. Пять раз в день мусульмане во всём мире молятся в одном направлении – Маяк Надежды. Это место расположено в священном городе Мекка, который находится на территории современной Саудовской Аравии. Но в начале седьмого века нашей эры Мекка, самый священный город-мусульман, была в плену языческого поклонения с большим уровнем социальной несправедливости. Так было до появления одного из самых священных писаний в мире – Корана. Предположительно, в 610 году, во время одного из его пребываний в пещере, он стал свидетелем удивительного явления – неспослания Корана. Вдруг он почувствовал сильное давление в груди. Он был окружён кромешной тьмой. Ощущение было, словно чья-то гигантская рука схватила и сжала его так сильно, что он едва мог дышать. А между тем в его голове он услышал голос ангела Джибриля, и голос сказал ему – читай, читай. Он не мог пошевелиться и думал, возможно, что ему всё это почудилось. А после того, как он услышал эти слова вновь, он ответил – «Я не умею читать». В конце концов, этот голос, который был голосом ангела Джибриля, передал первые аяты Корана. Сура 96, аяты с 1 по 5. «Читай во имя Господа твоего, который сотворил всё сущее, он сотворил человека из густкой крови. «Читай, ведь твой Господь самый великодушный, он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал». И это очень важный момент, потому что с той минуты Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, которого и так всегда заботили проблемы общества, ходит в величайший этап в своей жизни. Неожиданно он становится тем, кого в библейской традиции называют пророком. И как большинство пророков, он не желал иметь ничего общего с этим. Ошеломлённый и обеспокоенный происшествием, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, поспешил к своей жене Хадидже. Он был очень обеспокоен и встревожен. Но в конце концов, именно Хадидже удалось успокоить его. Она объяснила ему, что он был избран Всевышним, наделён даром пророчества, и что у него нет иного выбора, кроме как сообщить всем о послании Бога. Откровения, полученные в пещере, ознаменовали начало 23-летнего периода получения пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, посланий от Всевышнего Аллаха, названных Кораном. Согласно преданию, иногда слова возникали у него в мозгу, отдавая звоном в ушах. В других случаях откровения сопровождались физическими мучениями. В этот момент, согласно описанию сподвижников, его тело становилось намного тяжелее собственного. У него по телу стекал пот, взгляд устремлялся куда-то вдаль. Казалось, он находился почти при смерти в эти минуты, а когда он выходил из этого состояния, откровения буквально лились из его уст. Казалось, что эти откровения всегда отражали проблемы, волнующие арабов в тот период. Ранние аяты были прямыми и простыми. Они стали вызовом языческому обществу мекканцев. В них содержался призыв поклоняться одному единственному Богу. «Поминая же имя Господа твоего, и посвяти себя Ему полностью, Господь Востока и Запада. Нет божества, кроме Него. Сделай же Его своим попечителем и хранителем». Сура 73, аяты 8-9. Сначала пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, старался заучивать эти аяты. Но ангел Джибрилл сказал ему, что не нужно этого делать, и поведал ему о том, что эти аяты были напечатаны в его сердце изначально. Но постепенно Всевышний повелел ему осуществить пророческую миссию и передавать слова Священного Писания другим людям. Наконец, в 612 году, пророк направился к центру Мекки и начал проповедовать. «Для мекканцев это был призыв проснуться, осознать истину, понять, что есть один Бог, который создал всех людей и направляет их». Но в своей речи пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил не только о милости, милосердии. Его слова были твердой решимости. Он также рассказал мекканцам о том, что наступит судный день, когда люди понесут ответственность за свои деяния на земле. Вот этот человек, которого многие знают как человека истины, и он приходит на площадь и говорит, «Миру наступит конец. Бог, который создал этот мир, приведет его к концу. И вы являетесь частью этого всего». Это действие несло в себе мощное, мощнейшее послание. Да, мощное послание, но отнюдь не новое. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ясно дал понять людям, что Коран предложил цепочку тех же самых откровений, которые были неспосланы иудеям и христианам столетиями ранее. Послание о Божьем руководстве человечеству. Но теперь откровение впервые неспосылалось арабам, причем на их языке. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не говорил, «Я принес новую религию». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, просто говорил, «Я посланник» и принес то же самое послание, как и другие пророки и посланники до меня. Вновь и вновь Коран говорит, «Не забывайте о том, что случилось с Ибрагимом», и затем следует история Ибрагима, затем «Не забывайте, что случилось с Юсуфом», и приводится история пророка Юсуфа в мир ему. Это интересный момент, поскольку эти истории подаются как краткая версия, так будто все эти великие истории хорошо известны читателю. Аудитория, для которой неспослался Коран, уже была знакома с этими историями, поскольку они жили в городе, пропитанном этими преданиями. Одним из самых значительных аспектов неспослания Корана является то, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сам передавал своим сподвижникам в устной форме. Были специальные писари, которые тщательно записывали каждый аят. В то время среди арабов существовала письменность, но лишь немногие знали, как читать и писать. Мусульманские ученые объясняют факт неграмотности пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствуют, тем, что это отмело все обвинения в том, что он сам написал текст Корана. Как же сохранился текст откровений? Большинство сподвижников наизусть знали весь Коран. Небольшая группа последователей пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, заучивало наизусть каждое новое откровение, которое они слышали. Так, аят за аятом, Коран получил новое очертание, как собирание всех откровений. Учитывая культурные особенности народа того времени, подобные феномены запоминания неудивительны. Для общества того времени была характерна устная форма творчества. Так что для арабской культуры, среди которой жил пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, было в порядке вещей услышать что-либо один или два раза, а затем запомнить это и быть в состоянии точно процитировать вслух. По мере того, как росло число свитков с записью откровений, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, продолжал выступать с проповедями на улицах Микки. Постепенно росло число новообращенных, его последователи получили название «мусульмане», что означало «тех, кто покорились Всевышнему». Послание пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, особо восприняли городские бедняки и люди, лишенные привилегий. Те, кто, услышав аяты Корана, узнали знакомое описание собственной жизни, о нормах установления социальной справедливости, о том, что рабство должно быть отменено, и что богатые и власть имущие должны отдавать часть дохода беднякам. Некоторые принимали ислам, просто однажды услышав Коран из-за красоты его языка. Слова Корана казались им такими совершенными, что служили доказательством существования Бога. Когда у мусульман спрашивают, какое у вас доказательство, что это Божие откровение, мусульмане отвечают, так же, как и сотни лет. Доказательством является сам Коран. Разве это не чудо, что неграмотный человек посреди пустыни вдруг представляет этот великолепный, ошеломляющий документ? Но не на всех проповеди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, оказали воздействие. Некоторых смутило откровение, касающихся идолов Каабы и призывающих отвергнуть поклонение им. Правящий клан Курайшитов был в ярости, они обеспокоились за свое положение и власть. Таким образом, нужда в идолах отпадала, а если идолы были больше не нужны, Мекка могла утратить свою позицию как центр паломничества, как социальной и экономической столицы Аравийского полуострова. Так что конфликт Курайшитов с пророком Мухаммадом из-за его откровений не имел религиозных основ. Это был экономический конфликт, это был политический конфликт. Курайшиты и большинство жителей Мекки начали преследовать пророком Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствуют его сподвижников. Мусульмане испытали на себе невиданную жестокость, некоторых избивали на улицах, других пытали и убивали. В течение девяти лет мусульмане терпели мучения, но ни разу не отступили от своей веры и провозглашали, что нет Бога, кроме Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok